А перед началом видео рекомендую посетить молодой канал с аудиокнигами и рассказами зарубежных авторов под названием «Фантастические истории. Фантастика, трейлеры, детективы и ужасы от величайших авторов прошлого». Если вы любите интересные и качественные истории, то советую перейти по ссылке в описании и поддержать автора канала подпиской. День 1. Я впервые завёл дневник на Дэйре. Обладаю параноидальным складом личности, так что это для меня своего рода подвиг. Сразу скажу, что не писатель, поэтому не судите строго. Мне 26, имени называть не буду. В жизни добился ровным счётом ничего. А иначе стал бы я заниматься такой хернёй, как тульповодство. Зачем мне это? Причина банальна. Одиночество. У меня уже спина в форме вопросительного знака от сиденья у компа 24 на 7. Я типичный хикан на сборной фантазии, так что велик шанс начать видеть или слышать шизофренический бред. Как я докатился до жизни такой? Охрен его знает. А с детства был пришибленный слегка. Нелюдимый. А в школе ни с кем не общался особо. Хотя полным изгоем не был. Меня не травили. Но и не замечали. Относились как к пустому месту. Коим я и был. Меня устраивало быть невидимкой. После школы отучился в шараге. Потом нашёл работу в интернет-магазине. И засёл дома. Так и стал жить с учём. Пять дней в неделю работаю. На выходных играю в игры. Пью пиво. Читаю. Пишу комментики в соцсетях. Каждый день похож на предыдущий. На улицу выхожу только пополнить запасы жрачки. О тульповодстве я узнал недавно. Решил поставить эксперимент интереса ради. Терять мне нечего. Я не буду писать о самом тульповодстве. Типа как завести тульпу и тому подобное. Информация есть в интернете. Можете найти. День пятый. Нашёл на форуме по тульповодству инструкцию. И приступил к делу. Чувствую себя дураком, который занимается полной дичью. Зато начал видеть полупрозрачную женскую грудь за окном и летающий клитор. Шучу. Инструкции на самом деле следую. Представляю деталь на внешность тульпы. Её голос. Манеру общения. Мимику. В голове создал идеальный иманя Мирок. Где мы с Ликой, так я её назвал, проводим вместе время. Это миниатюрная девушка со светлыми как пшеница волосами. И большими голубыми глазами. Фантазировать у меня хорошо получается. Вечером ложусь в кровать. Закрываю глаза. И представляю, как мы гуляем в осеннем лесу. Она ласково улыбается. Интересуется моей жизнью и смеётся с моих шуток. Делает то, что не делают реальные люди. А потом я засыпаю. И начинаю сниться неведомая, неинтересная херня. День четырнадцатый. Сегодня мне впервые приснилась Лика. Я точно не помню весь уже сна. Помню только часть. Мы с ней сидели в обнимку и смотрели кино. Я пошёл на кухню за вкусняшками. В коридоре мелькает какая-то тень. Будешь знать, тварь! Будешь знать! Прогремел голос. Жуткий до мурашек. Вроде знакомый. А вроде и нет. Твою ж мать! Проснулся в холодном поту. Уснуть ты ночью больше не смог. Чей же это голос? Не могу вспомнить. День восемнадцатый. Мне периодически снится Лика. Иногда сны бессвязные. Но чаще с полноценным сюжетом. К счастью, крепоты больше не было. Постепенно тот случай подзабылся. Во снах Лика и я гуляем в красивых местах. Болтаем на душевные темы. После работы я пытаюсь уснуть пораньше. Жизнь во сне мне куда милее реальной. День двадцать восьмой. Лика стала снится чаще. Сны всё ещё с такими же романтическими сюжетами. Это всё, что происходит в моей жизни. День тридцать второй. Вы не поверите в то, что я сейчас скажу. Я и сам не верил. Я начал видеть что-то боковым зрением. В инструкции сказано, нужно приставлять тульпу рядом с собой. Словно она стоит за тобой или сбоку. Все эти дни я дотошно следовал инструкции. Но результата ноль. До сегодняшнего дня. Нет, я не вижу Лику как Лику. У меня есть ощущение, словно что-то стоит за моей спиной. А боковым зрением вижу движущийся расплывчатый силуэт. Мне немного ссыкотно. Но всё идёт согласно инструкции. А нужно продолжать в том же духе. День тридцать пятый. Так, ребята. Происходит лютое говно на палке в стеклянной банке. Сегодня я увидел своего отца. Он мёртв уже тринадцать лет. Бухал как чёрт. Когда он наконец умер, я только перешёл в пятый класс. Я плохо помню то время. Дело было так. Я сидел у компьютера. Втыкал в мемы. Боковым зрением я ловил странное движение у шкафа. Лика? Радостно подумал я. И поспешил обернуться. Вместо светлого образа Лики из темноты выпало мерзкое лицо отца. Красное. Опухшее. В край пропитые. И если бы только это. Его лицо было полуценившее. Правый глаз покрылся непонятной бело-жёлтой слизью. Нос разбит. Изо рта течёт что-то тёмное, мерзкое, чпякущее. Призрак был одет в свою любимую зелёную рубашку. Покрытую пятнами от еды и крови. При жизни он её почти не снимал. В нос ударил запах пота в перемешку с перегаром. И было что-то ещё. Что-то такое, от чего мне хотелось блевать. Сладко-противный запах смерти. Я застыл в ужасе. И время тоже застыло. Миг, и всё исчезло. С меня хватит. В жопу эти эксперименты. Мне моя крыша дороже. День тридцать восьмой. Я прекратил заниматься хренатой. Решил вернуться к своей безмерно скучной жизни. Без призраков прошлого. Продолжая видеть тени боковым зрением. Иногда появляется ощущение, словно за спиной кто-то есть. Чувство, как будто это отец. Бррр. Учитывая, что я почти месяц учился видеть и чувствовать неведомую фигню, результаты труда не исчезнут по щёчку пальцев. Попытаюсь с головой уйти в работу. Надеюсь, всё это скоро закончится. День тридцать девятый. Сегодня я спал на удивление крепко. Утреннюю дрему развеял чей-то нежный голос. Пора вставать, Соня. Идём гулять. Это голос Лейки. Таким я всегда его представлял. Когда я приоткрыл глаза, показалось, что она сидит рядом со мной на кровати. Я чётливо вижу её длинные белые волосы и маловидное лицо. А её нежный тонкий голосок услада для моих ушей. А вот же я, соплевый романтик. Она такая, какой я её и представлял. Она прекрасна. И она вышла за грани моих снов. Может попробовать следовать инструкции снова? Она того стоит. День сороковой. Хочу снова услышать её или увидеть. Результат произошёл все мои ожидания. На свой страх и риск я возобновлю тренировки прописанной инструкцией. Будь что будет. День сорок второй. Всех, кто писал в комментариях, что я в край тупенький, поздравляю, вы были правы. Сегодня мне впервые проснился осознанный сон. Я пытался в осознанные сны с самого начала эксперимента. И ёптель-моптель, наконец-то у меня получилось. В этом чудесном видении я отдыхал с Ликой за городом на даче. И я прекрасно осознавал, что это сон. Я всё контролировал. Вау. А в детстве меня часто возили на дачу родители. Когда умер отец, маман её продала. Лика качалась на гамаке. А я стоял и любовался ею. Ей очень шло платье в корейском стиле. Мы предавались ностальгии, вспоминая о мультфильме и игре из девяностых. И почему-то обсуждали сериал «Боишься ли ты темноты». А ты почему боялся темноты? Вопрос Лики застал меня врасплох. Ты что-то путаешь. Я высоты боюсь. Лика смеётся. Это ты путаешь. Хлоп. А внезапно девушка громко хлопнула в ладоши. Дача, гамак. Синее небо, прекрасная девушка. Всё исчезло. Мы оказались в квартире моего детства. В моей уродливой комнате со старой советской мебелью. Благодаря небольшому СССРовскому светильнику в виде кувшинки, могу рассмотреть маленького себя. Я сплю под неприятно колючим пледом. Но как сплю? Пытаюсь казаться спящим. Мамы дома нет. Работает в ночную смену. Замечаю, что лика исчезла. Остался только я и маленький я. Замечательно. Где мои деньги? Что у взрослого меня, что у маленького. Сердце ушло в пятки от этого голоса. Только не это. Пожалуйста, только не это. Ты украл мои деньги. Отвечай, когда отец спрашивает. Пьяный батя врывается в мою комнату. Маленький я под одеялом скукожился в позе эмбриона. Мне казалось, если я под одеялом, значит в безопасности. Глупый ребёнок. Вам от меня нужны только деньги. Твоя мать шлюха. Она не на работу ходит. Мошонки облизывает. Мать работала в круглосуточном ларке. Она была набожной женщиной. Готова терпеть любую дичь от отца. Только бы сын рос в полной семье. Когда я был подростком, она сказала, если я начну урок облудить, мои покойные родственники будут смотреть на меня с небес и краснеть от стыда. Это я к тому, что моя мама никогда не славилась с лёгким провидением. Деньги у отца тоже никто не воровал. Он сам их пропивал. А на следующий день ничего не помнил. Когда батя говорил гадости, я представлял себе садик. Детально вспоминал, как там пахнет дерматиновым диваном, какао с плёнкой, творожной запеканкой, мечами с пупырышками из спортзала. Может, если закрыть глаза, я проснусь там? Внезапно отец срывает с меня плед и что-то неразборчиво кричит. Маленький, я плачу. А взрослый, пытаясь спасти себя в прошлом. Но тщетно. Меня никто не видит. Я полностью бессилен. Сейчас тульпа – это я. «Ушлёпа, где мои деньги?» «Будешь знать, как воровать мои деньги?» А в руках отец держит скалку. Его тело покрыто трупными пятнами. Он двигается неестественно и с огромным трудом, как шарнирная кукла. «Будешь знать, тварь! Будешь знать!» А взрослый, я кричу маленькому себе. «Спасайся! Беги!» Меня никто не слышит. Отец поднимает руку и замахивается. Я просыпаюсь от собственного крика в холодном поту. Один. День сорок восьмой. После того сна я решил завязать с тульповодством. А вот только тульповодство не хочет завязывать со мной. Каждую ночь мне снятся воспоминания из прошлого, которые хочется забыть. Я отчетливо вспомнил побои от отца. Мать оставляла меня наедине с ним. Отделала вид, что не замечает моих синяков и царапин. Вспомнил, как попал в больницу после очередного избиения. Мать упрашивала не говорить правду. Я ослушался. Некоторые воспоминания настолько болезненные, что я просыпаюсь в слезах. А плачу я очень редко. И если бы только это... Я начал слышать голоса. Увы, не голос Лики. Она больше не появилась. Я слышу голос отца. Как будто он ругается вслух в соседней комнате. Да, он любил болтать сам с собой в пьяном бреду. Чаще всего говорил гадости про маму. А потом и про меня. Порой я вижу его очертания боковым зрением. Бывая, чувствую, что он стоит за спиной. Банально понимаю. Можно даже сказать скучно. Со стороны, да. Так и есть. Но в реальной жизни это трындец, как страшно. Я боюсь спать. Боюсь находиться в своей комнате. Я боюсь каждого нового дня. Пытался прогуляться вечерком. Словил паническую атаку. Потому что видел труп серого у дерева. В этот раз с небоковым зрением. Вылезло воспоминание, которое я спрятал в самые далекие углы своего подсознания. Когда я стал чуть старше и пытался защитить себя. Батя в наказании сделал нечто ужасное с моим любимым псом. Я не хочу об этом писать. Слишком больно. И так всё понятно. Моя кукушка расправила крылья и улетела. Оставив в моей голове дерьмовое гнездо. Собираюсь идти к психиатру. Давно пора. Видимо, есть ли проблемы с головой? А у меня их полно. Лучше не шалить столь поведеньем. Да и в целом, ребятки. Лучше не шалить столь поведеньем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»